всем привет друзья добро пожаловать на канал закажу и покажу сегодня будет распаковка вот такой большой коробки здесь находится башный кулер нужно сами увидели название данного видео очень популярный на алиэкспресс чаще всего заказывают для сокета lga2011 под intel под зеоновские процессоры значит здесь у нас идет конфигурация с двумя вентиляторами под сокет intel 2011 собственно и в моем случае данный кулер заказывался под сборку которая будет основана на материнской плане платье huanan на которой будет стоять процессор xeon 20 e5 2670 все будет на канале первым вот пока пришел данный кулер под этот под эту сборку давайте посмотрим все хорошо упаковано шикарненько вообще ну и продается это то он как бы топовый в том плане что он у него больше всего продаж данных кулеров поэтому и цена была приемлемая поэтому не качались заказал у него ой все съехало в общем не колебался заказал сразу него и дошло очень быстро за 10 дней сам кулер значит стоил у нас 25 долларов да блин какого черта церемонии 25 долларов здесь как я уже сказал конфигурация с двумя вентиляторами есть еще стремя можно с одним вот мы заказали с двумя тот процессор который будет стоять он не сильно горячий ну как горячий но гнаться он не будет прикольного офигенного счет такие вот уголочки прям ну реально заботиться о целостности и сохранности товара в общем процессор будет не шутка горячий ну точнее горячий но опять же он не будет гнаться поэтому нужно хорошее охлаждение но не такое что прям вообще пипец ну и вот собственно вот эта башня пришла так давайте достанем как я уже сказал да два вентилятора он медный медное основание идет медные трубки идут 6 трубок насколько я помню слушайте вообще прикол прикольный четки думал хуже будет думал будет намного хуже такой тяжеленький тяжеленький так и переходничок положил продавец переходник так это на соки как я уже сказал 2011 собственно такой вот переходничок так но опять же я напомню что там у хуананы у него есть две два вида материнских плат вот и как раз есть два вида материнских плат и у них разное немножко крепление кулера в общем когда будете заказывать обратите на это внимание под ту какую маню вы будете заказывать и продавца там можно нужно точнее написать какой сокет вы предпочитаете ну и под так но не смысле под какой сокет вы предпочитаете под какую конкретно материнскую плату вы предпочитаете его вам пришлет нужный переходник я это сделать забыл но вроде как он не прислал то что надо то что надо но мать придет мать в любом случае там будет с переходником поэтому я думаю проблем не будет также здесь термопаста лежит но и вот болты для крепления так ну давайте посмотрим многие жаловались на качество на качество вот это его части ну да 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 чувствуется здесь прям такой ну фреза реально фреза прошла и кто смотри смотрит мой канал тут недавно видел у меня уже был кулер под сокет 1050 по моему 1150 в общем под свой компьютер я покупал и там прям гладенько было здесь конечно да чувствуется фреза многие про это кстати на алиэкспрессе пишут что приходится полировать то есть полировать сначала шкурочкой потом машинкой ну и да не забывайте вот эту пленку снимать когда будете уже наносить термопасту так здесь у нас значит идет так тут у нас идет тут у нас идет два кулера и вот такой вот четырех пиновый разъем то есть идет плюс минус датчик оборотов и плюс этот как его регулятор оборотов то есть датчик оборотов регулятор оборотов ну и питание и в общем здесь еще тут скоба идет она также под ам4 ам3 сокет подходит то есть там без переходника прямо берем и цепляем ну и вот здесь вот такая вот крышка чтобы в случае необходимости снять эту крышку и вытащить вот этот вот второй вентилятор здесь он прикручен на эту крышку вот так же видно что болты то есть просто так его не открутить ну а здесь обычная скоба обычная скоба для вот подобных башен то есть кто встречался с подобными кулерами тут уже наверное видел ладно на этом все я пойду сейчас не сейчас точнее когда придет материнская плата все будет готово я обязательно поставлю его вам его покажу вам все и сделаем тест и посмотрим как сам он справляется с охлаждением вот такая вот башня конечно здоровая здоровый прям пипец на 6 трубок ладно пошел ждать когда придет остальные запчасти и собирать и будем тестировать уже в этом конце этого видео все пока итак друзья делаю стресс-тест процессора и 526 90 ну что могу сказать уже идет 16 минут стресс-тест вот такая температура 53 51 56 55 ну вот такая ну пускай максимум 56 градусов будет да в общем нормально культур который заказал под него справляется в общем и сам процессор судя по всему в норме стресс-тест уже 16 минут до выдерживать ничего не улетает никаких синих экранов в общем все отлично ладно спасибо до новых видео удачи пока пока